привет ребятушки привет привет у меня сегодня омлет вот такой красивый омлет только из желтков не надо было израсходовать пачку так скажем давайте мы сейчас мы его разрежем я сварила еще борщика с курочкой что-то уже так сейчас уже вечер мы уже обедали как бы вот и как-то что-то не охота так что поедим омлетико вот так смотрела сегодня фильм прям вот классный фильм смотрела называется чемпион мира фильм так так значит фильм чемпион мира почему беру палочки потому что омлет разламывается вилкой так это соус начо как вкусно так 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 и пионер и взрослые и пионеры и взрослые и с ними играет красна meister корчиной виктор корчиной И он подходит к этому маленькому мальчику. Зевает. И, может, нечаянно, наверное, нечаянно подставляет своего ферзя. Я не знаю, сколько пацану лет. Семь, может быть. Идет дальше по другим этим доскам. Подходит к нему и говорит, а что ферзя-то не слопал? А мальчик говорит, ну, типа, это ж не спортивно. Вы ж зевнули. Он говорит, запомни, чемпионы. Чемпион, ну, что-то такое. Никогда бы этого не пропустил или что-то такое. Ну, в общем, ставит ему шаг. Говорит, ну, типа, капец тебе. Мальчик потом плачет. Папе говорит, я мог же выиграть. А папа говорит, ты что? Он же гроссмейстер. Подарил ему там маленькие шахматы магнитные. Ну, прошло время. Мальчик вырос и стал Анатолием Карповым. Ну, и через... Через 13 лет, что ли, что-то я не помню. Короче, по-моему, в тем четвертом году у них была игра Карпов и Корчной. И Карпов выигрывает у Корчного. Корчного играет хотел сказать Хабанский, господи. Хабенский. Корчной этот, конечно, уникальный товарищ. То есть, я так поняла, он своих коллег, так сказать, по шахматам, пока играл с ними в шахматах, и ногами лупасил под столом, и чем-то колол. Ну, в общем, артист. Такой психологный немножечко. В итоге, в 74-м году проходит игра Карпова и Корчного. И Карпов выигрывает. Что это значит? Тут же эти судьи федерации шахмат объявляют, что выиграл Карпов. Вот. И что теперь на, ну, как бы, претендент на звание играть будет за звание чемпиона мира от России. Карпов. На Корчной от Израиля. Когда у Корчного брали интервью, какие-то югославские, что ли там, газеты, он сказал, его, Карпова, просто назначили. Я не виноват, что его назначили чемпионом. Вот. Ну, из-за этой фразы пошел кипиш хороший такой. Его припозорили в советских газетах. и он пошел тупо сдался в американское посольство и попросил беженства. Типа, мне не дают играть, меня зажимают. Все такое. За правду. Ну, по тем временам это кипиш. Конечно, ему дали сразу беженство. Вот. И он уезжает за рубеж. Что, Лешенька, сыночек? Что? Думай. Вот. Он уезжает за рубеж. Корочной. И начинает поголовно у всех выигрывать. Причем, такой артист, он мог прийти, допустим, на игру с этим с измерителем радиации и всего своего этого соперника обмерить на радиацию пройтись. Ну, такое, шоу, шоу, шоумен. Немножко все-таки, мне кажется, неуравновешенная личность была. Ну, ладно. Ну, вот. и он у всех выигрывает. И российские-то представители спорта офигевают. Вроде как подтверждается, что такого гения выгнали, сожрали, грубо говоря, в СССР. Фишер. А, к тому времени Карпов стал чемпионом мира без игры. не выиграв ни у кого. Почему? Он на звание чемпиона мира должен был играть с Фишером. Фишер прислал письмо о том, что он отказывается играть. И, соответственно, отказ автоматически дает выигрыш с другой стороны. Он расстроился сильно. все так радовались. Он расстроился. Он говорит, я хотел сыграть. Ну, и в итоге стал вот так чемпионом мира. Ну, потом показывают, как он все-таки на чемпионате мира скорочным играл. Знаете, я не знаю, заметил, кто-то из вашей интернете, кто смотрел. У меня было чувство, что все руководство, да, партии, там, по спорту, по всякой, они относятся к шахматистам, как к инопланетянам. То есть, это, ну, грубо говоря, это не пьеха, которую можно было закрыть полностью. Ну, я знаю, что не закрывали. Я имею в виду, любая знаменитая певица, возьмите, ее можно было просто вычеркнуть, запретить снимать. Приходили другие, заменяли друг друга и забыли бы про эту пьеху и про всех на свете, да, и они сильно с ними не цацкались, не церемонились. Типа у нас незаменимых нет. Но вот в шахматах так же, на самом деле, как и в спорте, мне кажется. А в шахматах мне кажется, они относились к ним как к инопланетянам, как гениям. Выкини сегодня этого Карпова. Кого ты вместо него поставишь? Да, было, шахматистов было много, вся страна, блин, шахматы играла. Только таких-то было немного. Вот, то есть, с ними вроде бы и бережно, вроде бы и с подозрением. А если учесть, еще половина из них были евреи. Это очень подозрительно. И что хочу сказать. Здесь, в этом фильме, немножко показывается, знаете, сама игра. Как шахматист прокручивает в голове игру. И я поймала себя на мысли, что если бы не существовало людей, а были бы просто площади, да, земли с оружием там, или не было бы мирных людей. Вот так, была бы площадь, были бы военные, которые против друг друга воевали, и не было бы мирных жителей. То, наверное, таких шахматистов можно было бы сажать какими-нибудь этими генералиссинусами военными. Вот настолько они гениальны. И насколько бы все эти чемпионы мира обосрались бы, если на каждой клеточке во время их войны были бы дети, женщины, старики, мирные жители, музеи, которым миллионы лет, да, животные, зоопарки, с такой бы легкостью они соображали бы, просчитывали бы эти пути каждого себя и своего соперника, и спокойно бы спокойно бы разменивались этим всем. Мне кажется, ни один из них не остался бы чемпионом мира, если бы в эту войну, в их войну на доске добавить людей, мирных жителей. И, кажется, очень гениальные люди. очень гениальные, которых можно было бы ставить главнокомандующим, настолько они на, блин, на 200 шагов вперед все просчитывали, свои шаги и шаги своих соперников. А теперь да, им то же самое, но с мирными жителями. Да, обсрались сразу же бы и перестали бы быть всякими главнокомандующими. Добавь маленько человеческого фактора и вся точность математики шахмат разрушилась бы в одну минуту. Я надеюсь, вы меня понимаете, о чем я. Это так, еще в кино. А ты, Леша, что думаешь? Да. Я согласен. Ты же меня даже не слышал. Чуть я не слышал. Ты кушать хочешь? Супчика с курочкой разогреть? Фигурки на доске передвигать легко. Да. Супчика с курочкой разогреть? Нет. Хорошо. Ступай, с Богом. Угу. Хорошо. Ой. Вот так вот. Так что, чемпион мира. Советую посмотреть. Мне очень понравилось. Я может быть... Я не помню, видела ли я фильмы, где Хабенский играет категорически отрицательных фильм, отрицательных героев. Как-то не помню. Ну, сыграл прикольно. Дядька такой. А я почему-то утонула не в сценарии, да, о ком он, о чем он. А именно вот тут вот показано, как размышляет шахматист. Боже, они... Ну, они реально инопланетяне. Они реально настолько умные. Настолько стратегия идет, хер знает на сколько шагов вперед и просматривает шаги своего соперника. Но вся математика умирает, когда начинают умирать люди. Ладенько, ребята, приятного аппетита. Посмотрите этот фильм. Напишите мне свое мнение об этом фильме. И прошу вас, постарайтесь смотреть не фильм про Карпова и Хабенского, а про Карпова и Корченова, а глубже, немножко глубже ко мне. Все, пока-пока. Пока-пока.